В эфире программа «Актуальное интервью». Здравствуйте! Сегодня у нас в студии сразу три гостя. Управляющий Московским индустриальным банком Андрей Анатольевич Попов, заместитель директора фонда поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Сергей Владимирович Михайлов и заместитель управляющего Ненецким отделением Сбербанка Никита Анатольевич Неверов. Здравствуйте! Добрый день! Говорим мы сегодня о условиях предоставления поручительства фондам перед банками-партнерами по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего бизнеса. Давайте сразу начнем, Сергей Владимирович, наверное, с вас. Что же такое поручительство фонда? Добрый день, уважаемые предприниматели! Значит, поручительство фонда – это очередной рычаг, очередной такой возможность доступа к кредитным ресурсам банка. Это предназначено для того, чтобы заемщики, предприниматели, у которых нет достаточно залогового обеспечения, могли предоставить поручительство фонда и взять большую сумму на развитие своего бизнеса. Вот вкратце это такое основное, что такое поручительство фонда. То есть получатели – это субъекты малого и среднего бизнеса? Есть сегментация – это микропредприятия, средний бизнес и малый бизнес. В практике я же вам скажу, что в нашем округе по факту все подходят под эти параметры. Поэтому, в принципе, доступ к нашему фонду имеет 90% наших предпринимателей. Какое время уже, на протяжении какого времени уже действует эта услуга? Смотрите, сам фонд организован в мае 2015 года. Данную услугу мы организовали в 2016 году и 10 мая мы заключили соглашение о сотрудничестве со Сбербанком и с Московским индустриальным банком. Под эту деятельность мы разместили денежные средства как гарантийный капитал. То есть это то, чем отвечает фонд за заемщиков перед банками. В данный момент гарантийный капитал находится в Московском индустриальном банке. И вот с мая месяца мы ведем данную работу с заемщиками нашими и с банками. Уже есть какие-то результаты? Кто-то уже воспользовался? Нет, на самом деле еще никто не воспользовался. Это связано непосредственно с низкой эффективностью и потребностью в заемных листвах, возможно, так сказать. Но, я думаю, больше наши партнеры скажут. И так же, как всем известно, сейчас в Российской Федерации идет снижение выручки предпринимателей, то есть снижение бизнеса. Соответственно, это все взаимосвязано. Падает спрос на кредитные средства, соответственно, минимальная потребность в нашем поручительстве. Но, с другой стороны, мы очень хотим, чтобы это способствовало все-таки к возможности к заемным средствам. Тем не менее, услуга есть, пользоваться ей будут. Как налажена схема? Как выдается поручительство? Смотрите, с нашей стороны, когда к нам приходит фонд, предприниматель, и мы выясняем, что у него недостаточно залога для банка, в первую очередь, конечно же, мы его направляем в банки и даем информацию нашим партнерам. Дальше уже банки с ним прорабатывают эту схему, после чего, после принятия положительного решения у банка, он опять возвращается к нам, подписывает с нами договор поручительства, оплачивает вознаграждение за наше поручительство, потому что это платная услуга, и после чего он идет в банк, получает кредитные средства. Вернемся к банкам. Какую роль здесь играют банки? Какие у вас этапы рассмотрения заявок? В Московском индустриальном банке весь процесс разделен на три этапа. Это значит, первый этап – это оценка финансового положения заемщика, то есть заемщик дает заявку на кредит, краткую информацию про бизнес и финансовую отчетность. Это бухгалтерский баланс и форма 2. На этом этапе оценивается финансовое положение. На второй этап, если все хорошо, переходим на второй этап. Второй этап как раз-таки заключается оценка обеспечения и возможность поручительства, как раз-таки фонда. После этого, если обеспечение оцениваем мы сами, поручительство уже рассказали, и дальше идет процесс принятия решения. После этого выдача кредита. То есть вот схема такая. Никита Анатольевич, как-то у вас отличается. Ну, в нашем банке мы с фондом очень плотно схемы взаимодействия выстроили. Мы, как только клиент обращается в банк, в зависимости от вида кредита, если по кредиту требуется обеспечение, мы сразу же начинаем работу с фондом уже на начальном этапе. Прорабатываем совместно вопрос о возможности предоставления гарантии, если в залог по продукту банка требуется обеспечение недвижимости или транспортных средств оборудования. Таким образом, клиент сразу берется в проработку на предмет обеспечения. Далее процедура похожая. То есть мы рассматриваем финансовую отчетность, принимаем решение. После принятия решения мы об этом решении извещаем клиента и фонд. К сожалению, пока у нас из текущих сделок ни одна сделка через фонд не прошла, в связи с тем, что у нас не было клиентов, по которым мы совместно обеспечения предоставили фонда и клиента. Но сейчас мы активно работаем, в том числе и по информированию клиентов, с той целью, чтобы они активнее пользовались этой услугой. Само поручительство само по себе достаточно эффективный инструмент в том плане, что, во-первых, для банка это комфортное обеспечение, а для клиента это возможность, если не хватает обеспечения товаров в обороте, либо оборудования, либо, может быть, недвижимости, усилить свое обеспечение, что повышает вероятность, возможность взять кредит в банке, в Забербанке. Андрей Анатольевич, а как Вы считаете, это действенный инструмент для субъектов малого и среднего бизнеса? Действенный инструмент, действенный, хороший для нас, например, для Московского индустриального банка. Если фонд поручается за заемщика, то у нас возможно снижение процентной ставки на пункты, соответственно. И это будет, как сказать, для банка снижение рисков неплатежеспособности клиента. То есть поручительство, это возврат кредита обязательно. А вот какие сроки максимально может занять принятие решения? У нас, например, с полного пакета документов две недели. За две недели мы все собираем, принимаем решения. В Забербанке сроки зависят от продукта и от залога. У нас есть продукты линейки «Экспресс», которые достаточно быстро рассматриваются. Сейчас вот есть такой продукт, кредит за один день, когда решение принимается в течение одного дня. Но здесь, опять же, хочу подчеркнуть, соглашусь с Андреем Анатольевичем, рассмотрение начинается с момента предоставления полного пакета документов клиентам. Что касается, бывают кредиты сложные, сложно структурированные. Там сроки зависят от рассмотрения, глубины рассмотрения финансового состояния клиента и от оценки залога. Оценка залога тоже занимает достаточно длительное время. Может занимать от 5 до 10 дней в связи с тем, что объекты залога на территории Нинейского автономного округа достаточно тщательно оцениваются в текущей ситуации экономической. С другой стороны, в принципе, сейчас для малого бизнеса именно разработан ряд продуктов стандартизированных, которые выдаются по ускоренной схеме. И у нас, допустим, бизнес-эффератрафт продукты выдаются в течение нескольких дней, принимаются решения. То есть сроки дифференцированы от сложности продукта. Сергей Владимирович, вы уже упомянули, что услуга это платная. Сколько это будет стоить? Я хочу немножко вернуться к вопросу, сколько дней. То есть после того, как рассмотрели банки и партнеры, у нас срок рассмотрения составляет не более трех дней. То есть и все финансовое состояние, анализ обеспечения залога, который они предъявляют частично, это в основном рассматривают банки. Мы уже работаем с готовым решением. К нам клиенты никакого пакета документа не сдают, мы полностью отрабатываем с банком. Поэтому для предпринимателя работа в фонде по факту только при подписании договора поручительства. Вот, чем еще, дальше немножко продолжу, интересно поручительство для банков, это тем, что когда идет залог какой-то предмет обеспечения, это для банка в любом случае есть риски. Это утрата залога, плюс его ежегодное снижение стоимости, плюс проблема с реализацией данного залога. Когда ждет поручительство фонда, оно никуда не утрачивается, в цене никогда оно не падает, на какую сумму поручили за такую и отвечаем, и деньги всегда находятся в этих же банках, в который момент они могут всегда выставить нам требования на возврат. То есть для банков это очень хороший инструмент. Что касаемо по стоимости. Стоимость данного поручительства 1,5 и 2% годовых. 2% это для всех видов деятельности и 1,5% это для приоритетных. В нашем округе их 13 приоритетных видов деятельности, у них 1,5%. Чтобы в цифрах было более подробнее, мы можем предоставлять поручительство на миллион рублей. То есть грубо говоря, за год это будет стоить 20 тысяч рублей для предпринимателя. Это очень выгодно для предпринимателя, потому что если даже давать в залог, допустим, недвижимость для банка, только оценка недвижимости составляет в среднем 10, 15, 20 тысяч. Плюс данную недвижимость необходимо страховать, если правильно, для залога. То есть в принципе это дешевле выходит, нежели залог. И если же идет машина, допустим, залог, то необходимо страховать каско. Каско это очень дорого. И плюс предприниматель в случае просрочки лишается данного залога, потому что банк будет его требования выставлять на реализацию. В нашей ситуации, когда поручительством фонд выступает, предприниматель не лишается залога. Наша обязанность в случае проблемных финансов, мы выплачиваем задолженность перед банком. На размер поручительства. Да, на размер поручительства. Поручаться мы можем не более 70% от общего залога. То есть мы не полностью поручаемся, максимум 70%. 30% в любом случае несет ответственность сам предприниматель. То есть просчитаны уже все преимущества, все риски. Конечно, конечно. Это на самом деле очень удобный рычаг для получения заемных средств, как для банков, как для фонда поддержки, как инфраструктура поддержки предпринимателей, так и для самого непосредственного заемщика предпринимателя. Вот как все-таки привлечь субъектов малого и среднего бизнеса предпринимателей к этому виду услуг? Как-то проводится какая-то работа по информированию? Никита Анатольевич уже упомянул, что ведется такая работа. Да, работа ведется. В нашем банке партнер разработал буклет, то есть фонд разработал буклет. Буклет находится в офисе на входящем потоке, то есть информирует клиентов. Также мы информацию по данному продукту внесли в коммерческое предложение, которое рассылаем клиентов. Ну и на презентациях. На презентациях озвучиваем данную услугу. Со стороны фонда тоже, естественно, это транслируется и на самом сайте фонда, в социальных сетях в наших группах, группы предпринимателя НАУ, в группе департаментов финансов. Это даются различные статьи в газеты, это озвучивается на различных круглых столах с предпринимателями. В воскресенье будет выставка некоммерческих организаций, мы тоже там будем представлять свой фонд. Соответственно, будем всем желающим, заинтересованным, рассказывать более детально, раздавать буклет информационный, что это такое, сколько это стоит, как этот порядок работает. Ну то есть, так скажем, в средствах массовой информации и в средствах сбора предпринимателей округа. Вот вы уже упомянули о том, что существует 13 приоритетных видов деятельности. То есть это в приоритетном порядке будут рассматриваться заявки? Нет, это немножко не так. Приоритетные виды деятельности, это утверждены нашим местным законодательством, и по этим приоритетным стоимость поручительства будет стоять 1,5%, то есть 15 тысяч за миллион поручительства. Для всех неприоритетных это 2%. Но опять же, это от миллиона. Кому-то, если надо 500 тысяч рублей, соответственно, это будет 7500. Можно добавить здесь, в Архангельской области действует аналогичная организация, партнеры тоже, да? И там, опять же, у них уже практики больше, то есть они работают не первый год, они работают тесно с большинством банков Архангельской области, тесно работают с Сбербанком. Портфель совместных кредитов достаточно великий, исчисляется сотнями миллионов рублей. Там именно идет речь о малом бизнесе. И вот практика, которая там есть, позволяет нам говорить о том, что в принципе этот инструмент очень востребован. С одной стороны, с другой стороны, еще хотелось бы отметить, что, наверное, вот мы начали работать с фондом с июня месяца, вот, вообще активность кредитная предпринимателей, вообще бизнес-общество на территории НАУ летом достаточно, ну, из некий спад, да? Все-таки кто-то занимается определенными видами деятельности, там, завоза, да, и так далее. Те виды деятельности, которые финансируются перед навигацией, да? А кто-то в отпусках и так далее. Вот, я, допустим, думаю, что сейчас вот в осенний период активность работы с банками и предпринимательского сообщества, она усилится, увеличится, и, соответственно, у нас уже будут реально реализованные практические заявки, которые мы совместно фондом реализуем в малом бизнесе. Андрей Анатольевич, а вот на примере вашего банка вы тоже отмечаете спад? Да, спад есть, спад есть. Никита Анатольевич правильно сказал, это зависит от времени года в основном, да, то есть наших условий, которые в регионе есть, то есть завоз. Вот, ну, мы работаем с клиентами, кто обращается, заявки рассматриваем, фильтруем, работаем непосредственно с фондом. Сергей Владимирович, а может быть, есть какие-то люди, которые интересуются хотя бы? Есть, на самом деле, да, люди есть, интересуются, но в процентном соотношении, просто еще фонды, функции и микрофинансирования, если взять в процентном соотношении, то где-то 10%, 15% интересуются поручительством, а 85-90% это микрозаймами. Вот, то есть заинтересованность есть, но тут совместная работа, то есть тут работа не каждого банка, либо фонда, это именно наша совместная партнерская работа, работа в группе. Вот, поэтому заинтересованность есть, но очень низкая, опять же, почему? Потому что это был летний период. Потому что по тем же микрозаймам, которые приходят к нам предприниматели, у нас лета было количество обращений, ну, раз, наверное, в три меньше, чем за последние две недели, даже полторы. То есть сейчас намного пошел поток, раз пошел поток у нас, и я предполагаю, что идет поток сейчас, в последнюю неделю, там, две и у банков-партнеров. Поэтому мы очень надеемся, что к концу года мы все-таки осуществим и кому-то окажем эту существенную поддержку по получению кредитных средств. Потому что действительно, вот Никита Натальевич сказал, в других регионах, вообще-таки фонды, они созданы там с 2000-х годов, и они активно работают, у них огромные портфели, банки, банков-партнеров у всех, ну, других регионов до 20-ти, до 30-ти партнеров, и каждый банк использует этот инструмент. Поэтому это рабочая поддержка предпринимателей. Так интересно, а почему летом идет такой спад? Это потому что это связано с видами деятельности, которые начинаются уже в осенний период, или все-таки отдыхают предприниматели у нас летом? Вообще у нас регион с ярко выраженной сезонностью. То есть у нас большую часть населения в летний период, по-третьему, населения, формирующего спрос, в летний период выезжает за пределы округа. Выезжают дети, взрослые. Соответственно, снижается спрос, снижаются выручки. И поэтому в летний период обычно идет затишье. А в зимний период, в весенний период, в осенний период, когда спрос достаточно высок, оборачиваемость товаров в магазинах, в торговых сетях достаточно высока, обычно и деньги требуются бизнесу много чаще, в больших объемах. Кроме того, логистическая составляющая играет значительную роль, поскольку у нас она имеет ярко выраженную сезонность. И, соответственно, предприниматели чаще пытаются финансировать те или иные вещи, связанные с завозом, в весенний период, перед навигацией, и в осенний, перед началом зимника. А во время периода транспортной, так скажем, доступности, назовем его так, предприниматели уже осуществляют работы, заранее запасаясь денежными средствами. Сергей Владимирович, у меня вопрос к вам. Вот вы уже упомянули о том, что деньги лежат уже на депозите в банке. В том случае, если у нас в этом году не будет желающих заручиться вот такой услугой поддержки? Да, деньги – это переходящие деньги, то есть это округом выделены деньги на поддержку предпринимательства, на поддержку доступности, как я ранее говорил, к кредитным средствам. Поэтому эти деньги никуда не денутся. Эти деньги перейдут на следующий год, и в следующем году точно так же предприниматель может рассчитывать на данный вид поддержки. То есть сумма обеспеченная, поэтому нет проблемы в этом. Сергей Владимирович, а под какие виды кредитов распространяется поручительство? На СМЭДе, задача фонда – не ограничивать предпринимателей в доступе к кредитным средствам, поэтому для нас, для фонда, нет разницы, под какие виды кредитования берется кредит. Поэтому фонд готов поручиться за любые, во-первых, виды деятельности и за любые виды получения кредитов. Поэтому тут уже больше, наверное, банки-партнеры отсекают тот или иной сегмент, под какой подходит им вид кредита. А мы готовы поручаться за все кредитные обязательства. Андрей Анатольевич. Ну, виды кредита, которые мы предоставляем, это кредит на текущую деятельность, гарантии, овердрафты. То есть, возможно, любые варианты. Все зависит от того, какой бизнес ведет и под какие цели предназначен кредит. Вот и все. В Зербанке у нас достаточно широкая линейка продуктов для малого бизнеса, поэтому вид обеспечения по утомленному виду кредита зависит в той или иной степени от вида бизнеса и от целей кредитования. И, соответственно, под каждый продукт рассматривается своя совокупность залога. По большинству кредитных средств в настоящее время мы принимаем объекты недвижимости и оборудование, оборудование, транспортные средства. К сожалению, сейчас приостановлены выдачи кредитов под товары в обороте. Названный мной двумя видом кредитов, мы принимаем залог пружинства фонда в размере, который обозначил Сергей Владимирович. Сергей Владимирович с той целью, чтобы обеспечить кредит по этим направлениям. Давайте теперь обсудим пошаговую инструкцию. Что делать предпринимателю, который захотел взять кредит под поручительство фонда? Вот шаг за шагом. У предпринимателя есть два варианта. Первый вариант. Он обращается в фонд. Мы ему, во-первых, как информационно-консультационная услуга, рассказываем, что такое поручительство, как оно выглядит. То есть подробную информацию. Либо он приходит в банк и узнает эту информацию от банка. Сотрудники банка, которые занимаются непосредственно кредитованием юрлист, полностью проинформированы, полностью знают все условия и пошаговую инструкцию для предпринимателя. Точно такую же информационную консультацию они окажут этому предпринимателю. Давайте рассмотрим вариант, чтобы предприниматель пришел в банк. Предприниматель пришел в банк. С ним проработали сотрудники банка, возможность нашего поручительства. И он на этом этапе собирает пакет документов для банка. Все, что необходимо банку. Собрал пакет документов. Банк рассматривает данного в пределах своих сроков рассмотрения. Рассмотрел пакет документов. Принял решение о выдаче кредита. И на вот этом этапе клиент идет уже в фонд с принятым решением по банку. Мы связываемся с банком. Нам все необходимые документы для нашего рассмотрения предоставляют сотрудники уже банка-партнера. Мы на основании этих документов предприниматель пишет заявление непосредственно сначала, что хочу взять ваше поручительство. Нам банк передает все эти документы. Мы в течение трех дней, еще раз повторюсь, три дня рассматриваем данные документы и принимаем решение уже, что допустим фонд поручается. После этого предприниматель приходит к нам второй раз в фонд. Мы с ним заключаем договор поручительства с нашей стороны, со стороны предпринимателя. И с этим договором поручительства предприниматель идет уже в банк. Банк подписывает данный договор поручительства, то есть договор получается трехсторонний. И вот после подписания всеми тремя сторонами считается, что обеспечение по принятому решению банка имеется. После чего уже банк подписывает кредитный договор с предпринимателем и после чего идет перечисление денежных средств на счет предпринимателя. Вот такая краткая схема действий предпринимателя похода в банк и фонд. Вот если вкратце, то вот так. А вопрос к представителям банка. Вот если предприниматель испытывает сложности по кредиту, вот что ему делать в этой ситуации? Самое главное, что хочется отметить предпринимателю, не стоит создавать эту проблему или бояться чего-то. Необходимо в случае, если есть какие-то сложности с ведением бизнеса или какие-то возникли финансовые проблемы, необходимо с этой информацией сразу обратиться в банк. У банка есть достаточно количества инструментов для того, чтобы помочь предпринимателю справиться в сложной ситуации с долговой нагрузкой. В частности, это может быть реструктуризация или перенос срока уплаты основного долга или процентов. То есть есть инструменты, которые помогают предпринимателю, помочь предпринимателю справиться с трудностями. Кроме того, в настоящее время, поскольку в целом в экономике достаточно ситуация непростая, в малом бизнесе в частности, банки стали активно использовать и предлагать клиентам эти инструменты, потому что банку, конечно же, интересен работающий, приносящий доход бизнес, нежели какие-то дефолтные стратегии. Андрей Анатольевич, есть что добавить? Вы знаете, мне кажется, добавить тут нет чего. Никита Анатольевич все сказал. Вот, фонд в данный момент, то, что сейчас я сказал Никита Анатольевич, на самом деле, пока работает с реструктуризацией, с пролонгацией, с всевозможными выходами из ситуации о проблемной или о невозможности погашения кредита, он на данном этапе, так скажем, не подключается. То есть это полностью идет работа банка. Вот, в случае, если банк уже все отработал, все возможные варианты рассмотрелись с предпринимателем, но предприниматель, к сожалению, безвыходная ситуация, тогда, конечно же, подключается фонд, но фонд, предприниматель уже не дергает. То есть тут уже в рамках нашего заключенного договора поручителя, за что предприниматель ранее понес оплату, затраты, то фонд уже работает только с банком и перечисляет денежные средства за предпринимателя. То есть в этой ситуации предприниматель выигрывает на самом деле, его просто никто не мучает с двух сторон. Сергей Владимирович, поручительство – это не единственная поддержка, которая существует в округе для субъектов малого и среднего бизнеса. Я знаю, что скоро стартует конкурс грантов. Да, все верно. На самом деле видов поддержки для предпринимателей очень много. Это путем предоставления поручительств, путем предоставления микрозаймов, путем предоставления субсидий и грантов. Если брать конкретно гранты, то хочется предпринимателям сказать, что с 1 сентября открыт прием заявок на получение грантов. Открыли прием заявок Департамент финансов по взаимодействию с фондом. То есть можно подать заявку. Заявки подаются до 30 сентября. Все желающие, все начинающие. То есть эти гранты касаются начинающих предпринимателей, у кого срок открытия с даты регистрации не более 12 месяцев. Сотрудники фонда все разъяснят, проконсультируют, как подать заявку, как ее оформить. То есть по сути нужно желание предпринимателя и, конечно же, затратить немножко времени, чтобы собрать справки, написать бизнес-план и на комиссии пояснить, объяснить свой бизнес. Поэтому хочется еще раз напомнить, что с 1 по 30 сентября открыт прием заявок на гранты. Это тоже очень хороший вид поддержки для предпринимателей, потому что начинающему всегда тяжело в самом начале. Поэтому всех ждем в фонде. Время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Спасибо за участие в программе. Это было актуальное интервью. Увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!